Смех, радость, веселье и громкие овации – всему этому есть только одна причина. Начинается КВН. Мероприятие проходило под названием «О школе разрешается шутить». Участвовало 9 команд, обучающиеся гимназии номер 1 имени Лили Литвяк, школа номер 2, 3, 4, 9, 11, 20, УВК номер 1 и номер 2. Выступления веселых и находчивых оценивали члены жюри по пятибальной шкале, организатор КВН – Управление образования Красного Луча. По инициативе главы города Красный Луч Луганской Народной Республики Сергея Анатольевича Рыбальченко летом 2022 года первый раз в нашем городе состоялся фестиваль команд КВН из общеобразовательных учреждений. Пока это только было 6 команд. Это была своеобразная проба пера. Но, тем не менее, тот задор, та энергия, та молодость, те шутки прекрасные, которые звучали на сцене Дворца Творчества, они стали хорошим стартом для того, чтобы уже сейчас, в новом учебном году, к этому движению команд КВН присоединились еще три школы. Это командная игра. А как в любой команде, дети обязательно сплачиваются, чувствуют плечо друг друга, болеют за свой успех, развивают свое творчество, умение говорить, ораторские способности. И, конечно же, для всех нас это очень важно, для того, чтобы наше молодое поколение было активным, участвовало не только в патриотическом воспитании, что это очень важно, но для того, чтобы воспитывало в себе и чувство локтя, и умение преподносить очень серьезные вещи, но с юмором. По традиции, каждая команда КВН имела оригинальное название. Гангстеры, звезда адреналин, фреш, лик, прямо в сердце, всегда в тренде, вовочки и люди в школьном. Свои названия, как и темы выступлений, ребята подбирали тщательно. У нас было очень мало времени на подготовку, но у нас каждый раз были продуктивные репетиции, каждый раз придумывали что-то новое, но времени, к сожалению, было мало. Наши шутки писал наш классный руководитель и заучка в неклассной работе. Вполне обычно репетиции проходили. Много смешных шуток подобрали. В общем, все четко. Было тяжело подготовиться. Все-таки второе выступление было 1 июня еще в КВН. Но мы хорошо провели время и, надеюсь, мы сегодня займем какое-то место. Веселые и находчивые участвовали в трех конкурсных заданиях. Приветствия, триатлон и биатлон. Ребята смешили публику своими вокальными и танцевальными номерами, миниатюрами. Веселые и находчивые удивляли зрителей актерской игрой. Вас приветствует самая веселая, самая зажигательная команда КВН. Гальчины! Куды правления Николая Второго? Не знаю. Хорошо. Керемо, Погора. Патасинтез. Песня в поляче. Ну а что в это долезть всем своим? Что вам подсказать? Что вам подсказать? Мы не расходимся, пока мы садим деньги на новый шторм. Как мы тогда садим. Так они говорят вообще нормальные. То, что мы начинаем отношения со лжи, это, конечно, плохо. Но то, что ты за жизнь довольшься, это хорошо. А вы не задумывались, почему все так любят КВМ? Да потому что КВМ это затор. КВМ это радость. КВМ это лечение. КВМ это хорошо на сцене. О чем-то делать. Ну что опять, ну у нас устраивает, ну двое только, блядь, будет. Бавар, и так, великая отечественная война, что учил, давай рассказывай. Война, я... Ну что, я что, э, ты хотя бы хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь учи. Иди сюда, братан, да, ты, садись, братан. Вот, смотрите, чип, на нем написано КВМ. КВМ? А что это значит? Так, что это чип оповещать, что эта соня поражена пинусом КВМ. Ой... А что ты не расшифровываешь? КВМ это когда все на праздник. Это двое двое дворца. А двое, с лица. Чего? Ох, правда. А-а-а... А-а-а... Станять срежь ты! РЖД! Вообще-то РДШ. Российское движение школи. Так вот, ЖКХ. Парни, вы чёрте вышли, вы нам нормальное выступление портите. Репетитор побесите я весь, репетитор побесите я весь, репетитор побесите я весь. Парни, вы чёрте. Парни, вы чёрте.